Так, ну что, ребят, всем привет! Меня многие также просили разобрать проект Superfarm. Супер! Я его также, напоминаю, советовал в закрытом клубе. Можно было заработать на нем около 2-3 иксов, в зависимости от точки входа. Может даже и больше. Если вы откупали самое одно, можно было даже 5-5,5 иксов забрать. Ну, лично я закупал его вот здесь и вот здесь, поэтому мог забрать 2-3 икса. Почему я его не продавал? Потому что ждал более высоких целей и, опять же таки, не ожидал, что будет такая лютая медвежка. Если б медвежки не было, то, понятное дело, мы бы сделали перехай вот этих отметок 2 доллара и улетели бы еще выше на те же там 4 бакса и так далее. У меня личная цель была 4 доллара и раньше данных отметок я продавать не хотел. Либо 3 доллара, я уже не помню, честно. В общем, до этой цели не дошло, дошло до 2 долларов. Вы скажете, ну ты мог забрать в моменте, да, но я не собираюсь заниматься спекуляциями, я занимаюсь инвестициями. Вот, если я поставил цель, то я ее жду. Вот и все. То же самое, как по XRP было 2 доллара, у меня цель минимум 3 доллара. Потому что я хочу забрать больше профита, и это не жадность, это адекватная цель. То есть то, что он там поднимется с 2 долларов до 3, это не так уж и много. Поэтому вопрос лишь времени. Сейчас он опять по 30 центов. Ну окей, замечательно, можно будет набрать объем точно так же, как и по супер. Так что это такое у нас? Это у нас в том числе проект, который относится к, получается, коллекционкам NFT. Был он на лаунчпаде на Binance, насколько я помню. Может быть ошибаюсь, но поправьте меня в комментах. Полка Стартик, так же он был, соответственно, на стадии IDO. Потом, соответственно, Animoca Brands Portfolio. Он имеется у данного фонда Ex-Network Capital. Так же здесь замешана экосистема Polygon Amatica, Injective Protocol и Binance Smart Chain. По поводу данного проекта, как мы видим, у нас 40% монет в обороте. То есть, хотя здесь написано максимальный supply 1 миллиард. Циркулирующий у нас сейчас 403, там практически 404 миллиона. Объем в день, конечно, небольшой, всего лишь 6 миллионов. Ну и, скорее всего, после IDO данный проект тоже начали сливать. Скажем так, держатели данного токена произошли разлоки. Кто закупал на пресейле, на том же Polycast Arter. Больше всего его на Binance, на Bicon, на L-Bank, ну и на прочих других биржах. По поводу холдеров данного проекта, у нас 24 тысячи холдеров, как мы видим практически. Давайте глянем, что у нас первые кошельки. Здесь, получается, где-то около 35, 45, 45, 8, 45, 9 даже. Это 54%, ну, короче, около половины монет у нас содержится на кошельках у китов. Но это, с одной стороны, плюс, а с другой стороны, минус, потому что они могут их слить, как хотят. Но, с другой стороны, они могут, получается, запросто и удерживать цену. По поводу Binance Smart Chain Scan, на одном адресе у нас лежит 900 тысяч долларов, там даже почти 1 миллион. Получается, это около 50% токенов. Ну и на PrankXWap имеется отдельный, я так понимаю, стейкинг пул. Кто-то застейкал там, в том числе, на практически 200 тысяч долларов. Если перейти на Twitter данного проекта, у нас 249 тысяч пользователей. Тоже очень недооцененный проект. Если же посмотреть здесь, как мы видим, тоже его листья на различных биржах, на той же бирже Kraken. Активность, кстати, у данного проекта, на удивление, довольно-таки высокая. Как мы видим, лайки, комменты все собирают. То есть, тысяча там лайков, 500 лайков и так далее. Несмотря на то, что аудитория относительно небольшая, но в целом, проект еще может дать прикурить многим проектам, у которых там по полмиллиона, а то и по ляму. Относится также он к развитию сферы DeFi, NFT. И в целом, давайте глянем, кто за ним в том числе следит. Тот же Кирилл Эванс, допустим, если глянуть из популярных таких, ну, либо какие-то блогеры, либо какие-то создатели NFT, но именно с таких крупных проектов я ничего тут не заметил. По поводу комьюнити в Телеграме, 49 тысяч пользователей, как видите, это просто комьюнити, я так понимаю, это чат. А если, получается, сам Телеграм с анонсами, давайте глянем, то у нас 10 тысяч здесь пользователей имеется. Вот, по поводу, соответственно, самого сайта, вот так он у нас выглядит. Можно, я так понимаю, фармить, можно также, имеется суперстартер, это запуск, я так понимаю, собственного проекта, вот NFT у нас. Вот здесь вот прикольно данный сайтец у нас нарисован, да, и в том числе у них имеется видеогейм SDK. Скоро будет доступен мультичейн и так далее, плюс импостерс, это онлайн мультиплеер, социальное предназначение для развития и публикации на суперфарме. По поводу, там, остальных их социальных сетей можете тоже посмотреть самостоятельно, имеется также на CoinGecko, давайте глянем Roadmap. Вот у них фазы запуска NFT, лаунчпадов, маркетплейсов, также NFT фармингов. Потом вторая фаза тоже продолжение развития, 3D NFT, различные проекты запуска NFT, ну, то есть все, что завязано на NFT, они продолжают развивать. Ну, данная тема, она на самом деле, с одной стороны, загнивает, потому что, по большому счету, там риски высокие, можно как заработать, хорошо, так и хорошо прогреть. Но самое интересное, что, как мы видим, здесь даже на сайте у них указано, типа, авторские права за 2021 год, они даже не поменяли на 2022 год, что является печальным, может быть, они на проекты забили. Потому что, ну, такие мелочи, от этих мелочей как раз-таки формируется сам проект. То есть, понимаете, если они подзабили, я, конечно, не хотел бы, чтобы он скаманул, потому что я сейчас тоже, ну, скажем так, в небольшом минусе, так я закупал еще вот здесь. Да, я мог скинуть на пампе, как я сказал, но сейчас я в минусе где-то на 85%, и восстановится ли данный проект, хрен его знает. Потому что, ну, ситуация неоднозначна, если они не поменяли даже год создания своего проекта, то что-то все это выглядит печальненько. Имеется, да, у них тут свои полуликвидности, фарминги и так далее, но, в целом, если посмотреть, какие проекты у них будут, то и какие закончились, у них, конечно, имеется. Но, как мы видим, каких-то предстоящих проектов у них нету, и последний какой-то лаунчпад или IDO или дроп, я так понимаю, у них произошел 1 декабря 2021 года, и потом они после этого на проект забили. Как мы видим, судя по всему, ну, это, как я, исхожу из своей логики, да, и из того, что, как мы видим, даже здесь, видите, 2021 год там и так далее. Поэтому, хотя, вот давайте перейдем в Твиттер, может быть, я что-то не заметил, но в Твиттере активность продолжается, насколько я понял. Давайте глянем, вот, соответственно, 19 мая, 8 апреля, 29 марта. А, ну да, подзабили они на проект, получается, вот, 26 марта у нас была последняя новость. Ну, как мы видим, они нерегулярно их постили, 29-го, последняя новость от 8 апреля и закрепленная 19 мая. Все, ну, то есть май, и, то есть, последние 3 месяца от них никакой активности. Не знаю, как обстоят дела в Телеграме, можете отписать в комментах, кто следит за данным проектом. Ну, инвесторы у нас тут, AU21 Capital, по поводу токен сейлов, как видите, даже сейчас инвесторы могут забрать, по текущим отметкам, закупали они на Polkastarter. Даже сейчас они могут скинуть по 6 иксов, да, по данным отметкам, ну, я думаю, даже чуть меньше уже, потому что мы упали почти в 2 раза. Ну, окей, там, 2 ТХ они все равно могут забрать, и на пике они забирали около 190 почти иксов. Если глянуть, кто из инвесторов здесь, они Moco Brands были, Woodstock, Panda Capital, Solidity, Moon Whale, Spark, GBV, XNetwork. По поводу токеномики, да, соответственно, 25% на стейкинг, 5% seed round, P1, не знаю, что это, это тоже, наверное, какие-то пресейлы 9%. По поводу стратегические продажи, пресейл 15%, лотария 10%, ликвидность, полликвидность 1%, развитие проекта 10%, экосистема 10%, создатели и адвайзеры проекта 10%, и NFT и дропы различной раздачи 5%. Поэтому общее предложение у нас, как мы видим, 1 миллиард, публичный раунд, у нас 10 миллионов токенов было распределено. Ну, во-первых, тут будут еще продолжаться разлоки, если глянуть активность сети, вот это интересный момент, и, кстати, как раз-таки покажет. Но активность сети все равно сохраняется, трансферов у нас 400, да, количество где-то 110 миллионов монет, это на 1 августа у нас последняя статистика, как мы видим. Ну, первое, я так понимаю, число там практически каждого месяца у нас берется. Ну, как бы, не знаю, пока что все выглядит довольно-таки печально. Да, медвежка, но активность сети поддерживается, но учитывайте, что, скорее всего, это может поддерживаться за счет тех, кто скидывает монеты после разлоков. Поэтому за 21 год у нас последнее обновление, как мы видим, в мае, 19 мая у нас последний пост был в Твиттере, поэтому на проект, судя по всему, забили, я так понимаю. Ну, давайте на Medium зайдем, может быть, на Medium, у меня что-то. 8 апреля последняя новость у нас была, как мы видим, ну, поэтому, ребят, все выглядит печально, походу, проект скам, ну, что поделать. Мог забрать я в моменте иксы, опять же-таки, рекомендацию на фиксацию я давал, кто хотел, мог забрать свои иксы, и это не то, что я, знаете, типа, вот если я жду 3 доллара, то я не даю рекомендацию на фиксацию. Конечно, я давал, кто хочет, я давал рекомендации, то есть можно было выйти вот здесь на хаяк, давали времени здесь выйти, давайте глянем, сколько можно было выйти, около, там, месяца. Почему я не скидывал? Потому что я ждал дальнейшего роста проекта, и это не фома, это адекватные цели, то есть я уверен, что каждый из вас ставит какие-то определенные цели по монетам, и пока он их не достигнет, то он не фиксируется. Точно так же было и у меня, но, опять же-таки, я не знал по поводу того, что данный проект забьет на свое развитие, как мы видим, объемы хоть и сохраняются, они гораздо меньше, ну, плюс, учитывая медвежку, но проект, как мы видим, активно тупо сливают, да и все, поэтому я в него не лез бы, если они забили на него с 21 года, и последние новости были, там, 19 мая, в Твиттере, там, и так далее, поэтому, ребят, лучше обойти стороной, скорее всего, проект уже скам, и они на него тупо забили болт, вот и все. Поэтому, такие вот дела, такие мысли, печально осознавать, мог зафиксировать прибыль, но сейчас в минусе, ну, бывает и такое, ребята, что ты хочешь, то есть, представьте, если бы вы там биткоин продали, к примеру, по 20 тысяч долларов, не докупали его, а потом увидели, что он там, ну, к примеру, вы закупили в 20-м году по 4-5 тысяч долларов, продали по 20, а он улетел на 69 или пускай даже на 60, и вы бы пожалели, в этом и суть. Но, опять же таки, данный проект оказался из высокоисковых теперь на текущем этапе, на тот момент я учитывал его как средний риск, ну, а теперь это вообще сверхвысокий риск, и вообще смысла лезть не имеет, потому что они забили болт на свой проект, и, как мы видим, его тупо активно сливают после разлоков, да и все. Поэтому, такие мысли, ребят, такие дела, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok